Узнать о программе вуза, не залезая в интернет и не выезжая за пределы округа, в эти выходные стало возможным. Двери для старшеклассников открыла образовательная выставка «Поступи». Организовала мероприятие торгово-промышленная палата и администрация муниципалитета. Вузы достаточно открыты к общению, и наша инициатива была поддержана. Вузы, естественно, откликнулись на удивление. У нас на сегодняшний момент участвуют в данном мероприятии 9 вузов города Москвы. Финансовый университет, РУДН, МПГУ, МГОУ, Академия внешней торговли и другие вузы рассказывали будущим абитуриентам о своих учебных программах. Одни через брошюры и видеоролики, другие с помощью интерактива. Что у вас тут представлено? Почему тут очень много земли ко мне? Так, ну, собственно, здесь у нас представлены разные виды почвы. Мы сегодня школьникам представляем, чтобы они потрогали, пощупали, побывали в роли настоящего эколога, как говорится. Потому что без этого в нашей профессии никуда. Мы берем немножко пробу, видишь, шипение идет очень маленькое, следовательно, там кальция, содержание очень маленькое. Вот, а если мы, например, возьмем камушек, вот, ты показал, мне белый, мы вот так вот его сделаем, видишь, как шипит. Вот, следовательно, кальция здесь очень много. Это первая в муниципалитете образовательная выставка. В планах проводить ее на регулярной основе в начале и в конце учебного года. Очень важно, чтобы как можно раньше старшеклассники определились с приоритетными вузами, в которые они хотели бы поступить. Потому что тогда процесс подготовки к поступлению будет более таким целенаправленным и органически выстроенным. В этом году в муниципалитете к выпускным экзаменам готовятся более тысячи старшеклассников. Многие из них уже определились с будущей профессией. Некоторые даже выбрали вуз по душе. Здесь есть вуз, куда я хочу, МПГУ. Педагогический, хотела бы, вот, жду. В 13.30 он будет. Посмотрю, убежусь, что это хороший университет. Очень сильно хочу поступить на ракетостроение, связать свою жизнь с космосом. Поэтому выбираю институт, который будет готовить, в принципе, к ракетостроению. Я рассматриваю Московский авиационный институт. Очень хорошая программа у него. Однако профессию мечты найти не так-то просто. Поэтому для старшеклассников был организован тест по профориентации. Пройти его стремились практически все гости мероприятия, ведь двойку за него точно не поставят. Тест по профориентации состоит из игры, где им в карточном виде показывают о существующих профессиях. Дети выбирают, что же им близко. Исходя из этого, они формируют свои внутренние и яркие таланты, да, как раз таки. И потом уже профориентолог помогает им понять, какие же профессии соотносятся с теми иными талантами и с их желаниями. А после профориентационного теста гости смогли решить задание ЕГЭ по профильным предметам. Экзамен ежегодно меняется, а из-за пандемии нынешние выпускники вовсе не проходили через подобные испытания. ОГЭ у них отменили. Возможно, поэтому выставка стала такой популярной среди старшеклассников. Сюда приходили с друзьями, родителями и даже учителями. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.